Ну что, законы космоса? Да, логично, если повозка едет в ту сторону, а ты в повозке тоже едешь. Что я? Кто я? И для чего я здесь? А тем больше он соблюдает законы, тем быстрее он переходит в 5D. Пользуйся своим служебным положением. Чем больше он находится на этом полюсе, тем дальше он будет уходить. Ты скажешь, я не хочу больше с ним встречаться, я не хочу больше это делать. Да, связано в новой формулировке базового курса. Всего правильный курс к берегам изобилия, да, на Мальдивы. Мы туда и прибудем. Доброго дня. Мы продолжаем погружение в квантовую психологию. И сегодня мы будем говорить о том, по каким законам живет мир изобилия. Законы космоса. У меня в гостях Ирина Хажалова. Поехали. Ну что, законы космоса? Да. Что такое законы космоса? Это законы природы. То есть, по сути, вся природа живет по этим законам автоматически. И законы космоса, они незыблемы. Их изменить невозможно. То есть, есть, конечно, законы, которые эволюционируют вместе с человечеством, вместе с миром. А есть такой каркас, фундамент, который вообще не меняется. Потому что если их нарушить, то тогда полетит весь мир. То есть, вообще весь космос, потому что хаос тогда придет. Законы космоса – это законы природы, законы изобилия, законы любви, законы равновесия в первую очередь. То есть, все законы космические следят за равновесием. Все-таки есть такое понимание 3D и 5D. То есть, в 3D – это мир дуальности, где это однополярный мир для начала, скажем так. Однополярный мир устроен таким образом, что все его законы, правила, общественные мнения, они все идут в разрез с законами природы. Давайте так, дуальный мир – это мир, в котором, образно говоря, живет человек. Общество живет, земля пока живет. То есть, она еще переходит, ей еще предстоит перейти. Мир только начал меняться болезненно, но начал меняться, и он будет меняться дальше. Это мир конкуренции, противостояния, войны. Да, разделяя власть. А, разделяя власть. Разделяя власть. И когда мы говорили в прошлом выпуске, кстати, про вознесение, мы говорили о вознесении планеты в мир 5D. То есть, вот из 3D мы переходим в 5D. У меня сразу такой вопрос. Вот мы говорим про вознесение планеты, да, про переход на уровень вибраций. Но при этом мы видим, ну, то есть, у людей складывается впечатление, что с каждым годом, условно говоря, становится все хуже и хуже. У тех, кто не заглядывает вот сюда, а продолжает тереть зеркало, свое отражение, то есть, он пытается решить проблемы во внешнем мире, не погружаясь в свой внутренний мир, у них будет усугубляться. И будет усугубляться до тех пор, пока не дойдет до точки, куда уже дальше опираться некуда, то есть, до самого дна, и уже одна потом начнет отталкиваться. То есть, тогда человек приходит в это крайнее состояние, когда он начинает погружаться в самого себя. То есть, он начинает искать проблемы уже внутри. То есть, он готов посмотреть, а что я, кто я и для чего я здесь. То есть, а что вообще должен сделать, чтобы вот это все изменить. У каждого своя точка пробуждения есть. То есть, фактически, вот этот колоссальный рост большого количества людей, которые говорят про энергию, про какие-то вибрации, про вот все вот, все это, это все связано с этим переходом. Это эволюция, да. Это сейчас мы живем в такое время. Только чувствующие люди, которые в каких-то, через разные подходы и методики, эту историю начинают, ну, образно говоря, помогать планете переходить. Сейчас все переходят, абсолютно все. Даже те, кто не знает о том, что планета переходит и человечество переходит, они тоже переходят. Логично, если повозка едет в ту сторону, а ты в повозке тоже едешь. Просто, допустим, чем отличаются в 3D и в 5D законы? Законы любви, то есть, душа пришла из 5D, то есть, из мира и изобилия. Она пришла из источника, из которого все произошло, в котором есть абсолютно все. И когда она живет по этим законам здесь, на земле, у нее тоже здесь есть все. То есть, она как бы тоже живет в изобилии, в любви. Она созидает, она создает сама свои события. Все люди имеют внутри своего подсознания и хорошие программы, и отрицательные программы. И чего больше, то и будет определять уровень жизни. Ага, да. И если, а функция подсознания какая? Функция подсознания – это создать события. Она создает события. Если человеку что-то прилетело, какая-то ситуация создалась, то это как раз подсознание создало эту ситуацию. Почему она такое сделала? Потому что у тебя есть запрос, то есть мозг определяет цель, цель спускается импульсно в подсознание, подсознание смотрит, открывает, как я всегда говорю, открывает шкафчик, смотрит, что там находится в этом шкафчике, и говорит, так, вот эту цель можно пройти только вот таким путем. И создает вариант достижения цели. А потом начинает это реализовывать. И если у тебя там блоки, 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 то он как поведет, у нее нету такого пути, чтобы тебе дать хорошо, чтобы как ты хочешь. Тогда он начинает, а цель-то поставлена, тогда подсознание начинает идти тебя к блоку, чтобы ты этот блок разблокировала, прожила, осознала, потом еще один, потом еще один. Вот поэтому три года ждут желаемого. Ну, как вариант. Когда мы знаем законы, то есть почему законы нужно знать? Во-первых, как сейчас, давайте так скажу, чтобы перейти в 5D, для всего человечества стоят одинаковые условия. И первые две задачи тоже для всех одинаковые. Первая – это очистить свое подсознание, то есть убрать все триггеры, агрессию, разделение, конфликт. То есть убрать однополярный мир, то есть соединить два мира в единое. Потому что законы космоса – это двухполярный мир. Это там, когда есть единство, когда есть любовь и изобилие, там много всего. И первое – это очистить подсознание от этих триггеров, которые заставляют разделяться, проживать боль. И вторая задача – соединиться со своей душой. Вот когда ты отсюда, ты находишь свой внутренний, то есть ты соединяешься с собой, со своей осознанностью. Что такое душа? Осознанность, нужно еще так сказать. Что это когда я начинаю осознавать. А что такое осознанность? Это не только в моменте здесь и сейчас прожить. Это еще и понимать, что я сейчас вот это говорю, я понимаю законы космические, что у меня потом будет, какие будут последствия вот этого выбора, вот этого поступка, вот этого действия. И чем больше осознанности у человека, тем больше он соблюдает законы, тем быстрее он переходит в 5D. Значит, получается основные 7 законов, но я сейчас уже поняла, что 8. Вот на последнем базовом курсе я уже дала именно раскладку 8 законов. Кстати, ссылка на информацию, что это за курс, будет под этим роликом «Квантовый переход», где эти законы как раз в отдельных уроках рассматриваются. Уроки и медитации для того, чтобы принять, проработать эту тему. Первый закон – это единство, то есть это основа, это венец всего космоса. То есть на основе этого закона были рождены все последующие. Особую благодарность шоппинг-сервису ставил консьерж, которые уже традиционно делают мне вот эти фантастические луки. Если вы хотите капсулный гардероб, при этом не заворачивайте от магазина, чтобы в одном месте стилист подобрался четко весь ваш тотал лук, вам туда. Ссылка под этим роликом. А второй закон аналогии – это, как говорят, что внутри, то снаружи, да, зеркало. Третий закон – это закон ритма, то есть все вибрирует, все движется, ничего не статично. И вот как раз здесь этот закон говорит о том, как мы совершаем квантовый переход на уровне сознания мысли в течение дня тысячи раз. Это как раз позволяет нам делать закон вибрации. Далее закон полярности – это, понятно, два полюса, они между собой взаимодействуют. То есть, по сути, закон полярности – это закон творчества. Потому что при взаимодействии двух противоположностей рождается новое, рождается созидание и рождается творчество. И как раз это и есть двухполярный мир, который умеет где-то отпустил, где-то создал, где-то взял, где-то отдал. То есть, вот этот вот равновесие содержит. В этом законе хорошо я прям даю техники, которые позволяют перейти плюс и минус. Все плохо. И это плохо, и это плохо. Только середина. То есть, закон срединного пути – это когда я должна отсюда перейти в середину. И отсюда перейти в середину. Вот тогда это и будет равновесие. Вот давайте тогда, вы чуть позже их перечислили, если закон. Вот давайте вот как раз законом полярности пару вопросов задам. Давай. Пользуйтесь своим служебным положением. Вот что для меня было странновато. Да, вот у нас есть какая-то зашитая программа серии «минус» – это плохо, «плюс» – это хорошо. Да, все думают. А вы говорите, что «плюс» – это тоже плохо. И ты такой, ну в смысле, ты же здоровая, я же такая радостная, у меня вот это, вот это. Можете привести какой-то пример? Можете из отношений? Конечно. Ну давайте вот, допустим, посмотрим сначала на шкале, как это выглядит. Есть плюс, есть минус. Закон полярности следит за тем, что если, то есть вибрации движутся, то есть все движется по спирали, да, и, соответственно, человек движется, клетки движутся. Соответственно, он не может долго находиться на этом полюсе, он все равно с него сместится. И так или иначе он переместится вот туда. Почему? Потому что чем больше он находится на этом полюсе, тем дальше он будет уходить туда, в обратную сторону. То есть сейчас по-русски скажу, как я понимаю. Получается, от любви до ненависти один шаг. Да, то есть получается, что если я сильно чему-то радуюсь, то я буду сильно чему-то грустить. Не то, что сильно, а именно зацепка. Когда ты только об этом думаешь, как бы ты не можешь жить, да, то есть ты спокойно, ты должен работать, куда-то повлекаться. А у тебя на протяжении всего твоего рабочего дня или там в течение суток, да, есть одна главная тема, за которую есть зацепка. Которая, как главная мелодия, главная тема всего дня, она через работу, через быт, через еще что-то, она везде, она присутствует. Вот это есть как раз уже зацепка. Это значит о том, что таким образом, если мы сильно зацеплены, сильно зависимы, сильно хотим, как это проверить, есть зацепка или нет. Как только появляется негатив на источник то, о чем ты думаешь, да, то есть есть негатив, есть страх, есть ревность, если это отношение, да, то это уже зацепка. То есть значит нужно сразу применять техники квантовой психологии, перемещаться с этого полиса на середину, пожертвовать чем-то и переместиться в середину. Потому что иначе уйдешь туда и скажешь, то есть ты пойдешь в отрез, ты скажешь, я не хочу больше с ним встречаться, я не хочу больше это делать, я ему сейчас все скажу, я уволюсь с работы. То есть вот такие вот моменты. А не, казалось бы, импульс выпустился, а ведь он не прошел бесследно. Это очень сильная эмоциональная вспышка энергии, которая зафиксировалась в ауре и, соответственно, она уже создала блок. А потом ты успокоился и такой, что-то я погорячился, пожалуй, я останусь в браке, да, или останусь-ка на этой работе и дальше. А уже проблемка пошла. Вот этот закон как раз дает понимание, как правильно уравновешивать две противоположности, определять. Отказ плохо, а здесь это зависимость. А в середине это когда я даю свободу выбора, когда я доверяю, когда я не психую, когда я понимаю или я смиряюсь, в конце концов, да, там принимаю какую-то его позицию. То есть я позволяю ему быть свободным и вообще, в принципе, всем вокруг меня позволяю иметь свою точку зрения, да, то есть это будет равновесие. Следующий закон. Да. Следующий закон у нас после полярности идет закон ритма. Это классный тоже закон, интересный. Он тоже основывается на четырех нижних. То есть все законы, они рождают последующие, и вот в этот пятый закон ритма входят все четыре, соответственно, потому что это все одно в одном. И закон ритма – это закон о сроках. Это закон о сроках. Когда ты его знаешь и понимаешь, ты перестаешь тревожиться, перестаешь паниковать, переживать. А получится, не получится, а смогу, не смогу. А когда это будет, а как сделать, чтобы это быстрее было, да, то есть ты перестаешь форсировать события, там, или еще какие-то моменты. И на самом деле я этот закон еще называю законом изобилия. Вот именно конкретно финансовый, это закон именно финансов. Тот, кто знает этот закон, он будет знать, как зарабатывать правильно деньги. И он вообще все тревоги снимет. А как связано ритм с деньгами? Да, связано в новой формулировке базового курса. Потому что там есть заложенный механизм, просто я не могу сейчас это говорить. Это надо такую подводку сделать, чтобы это было понятно. А если я просто скажу, это будет вообще непонятно. В общем, друзья. Базовый курс. Да. В этом сезоне у нас герои, которые делают, открывают петли, вовлекают и создают интригу. Ну хорошо, базовый курс. Шестой закон. Шестой закон – это закон причинно-следственной связи. Его в народе называют закон кармы. Его ужасно боятся. А я его обожаю. Почему? Потому что, когда ты понимаешь этот закон, то есть он тебе прилетает в умиранта. Почему? Потому что ты нарушаешь. Ты создаешь это сам. А когда ты создаешь положительное действие, когда ты создаешь добрые поступки, когда ты создаешь правильное решение, когда ты создаешь равновесие, то тебя что ждет по этому закону? Он как раз тот, который дает тебе дары. Он либо прилетает, либо бонус прилетает, и ты счастлив, да? Либо тебе как бы воздай. Потому что ты там вот так поступил с кем-то, теперь с тобой так поступает. То есть он за этим четко следит. Следующий закон – это у нас закон свободной воли. Закон свободной воли – это самый нарушаемый закон на нашей планете. Самый нарушаемый. На самом деле этот закон – единственный мир нашей планеты, который имеет этот закон. То есть вот это право дано было космосом человеку. И только для того, чтобы посмотреть, чего же он нас созидает. Вот фактически мы увидели, теперь мы будем созидать другой мир. Теперь будем все исцелять, восстанавливать, разрушать старое. То есть как бы закон свободной воли привел к тому, что мы живем в мире 3D. Да, закон свободной воли – это закон созидания. Это все квантовая психология. То есть вообще все законы – это тоже квантовые. Потому что все работает на уровне со-знания. Но если мы его не можем пощупать и потрогать, и увидеть, это не значит, что этого нет. Это значит о том, что это является самым главным инструментом, потому что мы сначала думаем, мы решаем, а потом начинаем действовать. Поэтому когда мы знаем законы, и наше сознание взяло правильный курс к берегам изобилия на Мальдивы, мы туда и прибудем. А если мы нарушаем законы, то мы думаем, что мы едем на Мальдивы, а приедем в Сочи. Вот как бы это самый лучший вариант, что смогло твое подсознание тебе реализовать. Ну и последний закон, который я внесла в обязательный список уже программы обучения – это закон предназначения. Закон предназначения – это закон миссии. Закон о миссии. И так как я постоянно расту, работаю над собой, продолжаю до сих пор, мне открываются новые горизонты, новые возможности информации. И я была потрясена так этой новой информацией, что я поняла, что это надо знать всем. И включила в базовый курс – закон о предназначении, о миссии. Очень много иллюзий в отношении предназначений и в отношении миссии. И когда ты знаешь на самом деле, что это такое, и ты понимаешь, что только тогда, когда ты это будешь знать и к этому будешь стремиться, у тебя придет равновесие. А стремиться к реализации своего предназначения. Да. Да. То есть в этом законе я оставлю это тайной, потому что сказать, опять же, это ничего, то есть не даст понимания, а я не хочу, чтобы это неправильно было. Прозвучала, я поняла, да, прозвучала вне контекста. Вот все эти, все восемь законов, это как взять вот кольцо, да, и все законы, вот начало, допустим, единства, да, все законы, которые я перечислила, они идут в таком порядке и заканчиваются предназначением. И они соединяются, это как завершился цикл эволюции человека. Вот тогда он будет успешный. И я хочу сказать, что все те клиенты, а у меня их очень много, прошли, которые уже даже в оффлайн еще базовые проходили, и законы проходили в оффлайн. Я на них тренировалась еще, как подать их, потому что выяснилось, что, оказывается, просто прочитать книгу недостаточно. Нужно объяснить, в каких ситуациях, в каких действиях, в каких мыслях законы нарушаются. Человек живет, он не может отслеживать самостоятельно, пока не узнает. При том, что у меня очень высокий уровень понимания смыслов, именно заземление в практические примеры, плюс медитации. То есть есть какие-то вещи, которые я могу сказать из опыта работы с тобой, что они встраиваются не на уровне сознания и логики. То есть я разрешаю им встраиваться просто фактически. Но когда это происходит, получается, что я просто вижу какое-то другое качество себя. Ну вот смотри, вот ты, я тебе зацепилась немножко, можно скажу. Вот логика, да? То есть логика – это определенный вибрационный коридор. Логика – это ум, это знание, это накопленный опыт, который есть в этой жизни. Мы собирали этот опыт. И есть опыт прошлых жизней души, на которые наша логика опирается, поднимая ящички из архива. А квантовая психология – это выход за границы логики. И только тогда, когда ты туда перейдешь, там эта логика встраивается и начинает работать опять так же, как надо. Но для нее теперь уже открыто. То есть, как это называется? Создаешь новый прецедент. Этот прецедент встраивается в архив, и теперь для тебя все возможно. Вот это квантовая психология, когда мы взрываем мозг, когда мы прорываем потолки, когда мы убираем ложные убеждения, убираем все ограничения. И мы говорим, что ты-то космос, давай уже иди в космос. Что ты тут живешь на вот этой своей, вот на одной клее, туда-сюда? А возможностей-то много. И в следующем выпуске мы уже перейдем к практическим вещам, ради которых, в принципе, люди начинают искать какие-то методики, когда им хочется жить лучше. Это деньги, энергия, денег. Будем говорить об этом, но уже сейчас вы можете по ссылке под этим роликом скачать медитацию и уже сделать свой первый шаг к квантовой психологии. Увидимся в следующем выпуске.